всем привет сегодня начнем разбираться с последовательным интерфейсом spi я стащил из интернета картинку на которой все покажу расскажу значит ношение у нас присутствует обязательно мастер и как минимум один слэйв и требуется четыре линии для полноценной работы данного интерфейса ну еще нужен на самом деле еще 5 это общая земля значит первая линия мисо это мастер input slave output то есть это вход мастера выход слоева им этой линии управляет собственно slave и тут у нас движение данных от слоева к мастеру массе мастера output slave input это у нас выход мастера и вход слоева то есть данные уже двигаются от мастера к слоеву линия сцк это линия тактирования ее еще называют подписывают вот так вот иногда целка значит тактирование у нас генерирует генерирует мастер и от этого тактового сигнала тактируется блок спи как самого мастера так и слоева вот таким образом и сс это слоев селик еще называют иногда к с чипселект этой линии как бы мастер выбирает слэйв в котором будет работать когда он подаст на эту линию низкий сигнал слэйв будет работать с мастером по этому интерфейсу логика работая интерфейса довольно простая мастер и слэйв имеют сдвиговый регистр и во время ну скажем мастер имеет значение в сдвиговом регистре а а слэйв имеет значение b в своем сдвиговом регистре и при получении тактового сигнала то есть этот тактовый сигнал у нас тактирует как регистр мастера так и регистр слэйва у нас происходит сдвиг например влево это опционально но например влево то есть у нас на единицу сдвигается регистр слэйва и на единицу сдвигается регистр мастера что у нас происходит у нас старший бит мастера попадает в младший бит слева старший бит слева попадает в младший бит мастера вот таким образом соответственно через восемь тактов через восемь тактов у нас регистр мастера и регистр слева поменяются как бы местами то есть у нас будет в мастере значение b славе значение а то есть у нас за восемь тактов мы отправили 8 бит и получили 8 бит получается полно дуплексная связь при этом существуют такие вот варианты когда например нам от как бы слева никакие данные получать не нужно нам нужно только отправлять в него какие-то данные а он уже будет этой выполнять какие-то команды например в этом случае мисо подключать не обязательно то есть мы просто сдвигаем данные из мастеров слэйв то что нам сдвигает слэйв просто не получаем достаточно будет трех линий массе и ссс и случае если нам например не нужно ничего отправлять слэйв а нужно периодически что-то получать от него нам достаточно тогда нам не нужно массе и а достаточно мисо и ссс достаточно трех проводов в шине рассмотрим случай когда у нас на одной шине несколько слэйв устройств я вот для этого стащил еще одну картинку из интернета в этом случае линия тактирования массе и мисо подключаются параллельно а вот линия слэйв select уже для каждого слэйв устройства отдельная при помощи вот этих линий мастер и выбирает с каким именно слэйвом работать в каждый конкретный момент времени то есть если ему нужно работать например вот с этим устройством он опускает линию в ноль слэйв select 3 вот эту вот линию и начинает работать по интерфейсу спи уже с этим слэйв устройством остальные висят тихо и не вмешиваются в это и рассмотрим на примере от миги 8 как обычно как аппаратно реализован интерфейс спи то есть я забрал все регистры которые отвечают за данный интерфейс и поместил их вот в картинку чтобы поудобнее было рассказывать первый регистр это спи и спи и дата регистр спдр это собственно есть сдвиговый регистр который отправляет и принимает данные собственно далее идет регистр спи и control регистр спцр при помощи него можно там всякое настраивать и спи и статус регистр сп спср при помощи него тоже кое-что можно узнать и настроить но сейчас по всем этим битом собственно и пройдемся значит бит из п и е это разрешение прерывания по окончанию передачи то есть если мы этот разрешим прерывание этим битом и глобально разрешим прерывание у нас будет вызываться прерывание по окончанию передачи то есть через восемь тактов бит спе это спи-енейбл это собственно разрешение работы самого интерфейса по умолчанию интерфейс не работает бит дорт он как бы отвечает за направление сдвига то есть по умолчанию у нас имеет значение 0 этот бит и сдвиг происходит влево при этом что у нас происходит мы отправляем старший бит и принимаем в младший бит если мы этот бит выставим единицу будет все наоборот будет сдвиг вправо и соответственно будем отправлять младший бит а принимать в старший бит вот так вот бит м стр ну это бит мастер по умолчанию 0 то есть по умолчанию микроконтроллер работает в режиме slave если он должен работать в режиме мастер этот бит нужно поднять в единичку далее биты мы рассмотрим попозже следующие пербит спив это флаг прерывания то есть как только у нас заканчивается передача этот бит поднимается единицу единицу и бит выкол это тоже можно сказать флаг он поднимается в единицу если в момент передачи мы пытаемся что-то записать сдвигу регистр программ на как бы то есть у нас идет передача что-то сдвигается куда-то мы пытаемся записать какие-то какой-то свой байт в этот дата регистр так ну и теперь биты спр-1 спр-0 и бит спр-2x они отвечают за тактирование то есть сейчас найдем табличку где-то вот она то есть битой спр-1 спр-0 отвечает за тактирование существует всего четыре варианта тактовая частота микроконтроллера можно поделить на 4 на 16 на 64 и 128 при помощи этих двух бит и получить тактовую частоту интерфейс спи если вы ставите единицу бит из пай 2x то мы как бы умножим эту частоту на 2 то есть мы будем делить уже не на 4 она 2 не на 16 она 8 не на 128 на на 64 вот эти три бита отвечает за настройку тактирования данного интерфейса и осталось у нас два бита спл и спр для чего они нужны что собственно означает я сейчас покажу зато шить есть хорошая схема которая показывает собственно работу интерфейса из 5 и по этой схеме довольно удобно понять как для чего собственно нужен бит из пеша и бит спр-1 я эту схему перенес картинку и вот бит спл он отвечает можно сказать за полярность тактового сигнала то есть при спл равном нулю у нас тактовый сигнал это фронт и через некоторое время спад это есть тактовый сигнал при спл равной единице у нас тактовый сигнал работает наоборот то есть это спад и через некоторое время фронт бит спша он отвечает за время сдвига при спша равном нулю сдвиг происходит по началу тактового сигнала то есть в зависимости от того как он настроен либо по фронту либо по спаду но в начале тактового сигнала при спша равном единице у нас сдвиг происходит по концу тактового сигнала то есть либо опять же по спаду либо по фронту зависимости от того как он настроен вот собственно и все по данному интерфейсу вообще вот эти два бита из пол из пеша они их можно вообще ничего не знать если мы связываем 2 2 от меня например они по умолчанию настроены одинаково но если нужно подключить к от медиа какой-то датчик который работает по данному интерфейсу то тогда уже нужно читать дата шит на датчик и настраивать интерфейс соответствующим образом если вдруг все это кажется довольно сложным то на практике все будет гораздо проще а на сегодня у меня все всем привет